Да, как я написал в своем тренде, что будет все очень плохо, и самая большая проблема, что большинство россиян, даже очень образованных, не понимают, насколько все будет плохо. И этому есть свои причины, потому что Россия под разными санкциями живет уже как минимум с 2014 года, после того, как Россия анонсировала Крым. И санкции вводились медленно, они были относительно небольшие, и это все сопровождалось пропагандой, что у нас есть Искандеры, Искандеры смеются над вашими санкциями и так далее. Более того, самые жесткие санкции Россия вела сама против своих граждан, так называемые антисанкции, которые большинство россиян, на самом деле думали, что Запад, закрыл импорт продовольствия. Нет, это Россия закрыла импорт продовольствия и других товаров многих из Европейских Союзов, но все равно это было все в рамках разумного, и когда вам кричат 8 лет волки, волки, мы знаем, как с ними бороться, то уже когда еще раз говорят, что волки, то большинство людей думает, ну ладно, опять там против каких-то банков, в конце концов это на транзакции за рубежом, мне не важно. А, это какие-то резервы Центробанка, ну да, там какие-то резервы Центробанка, в общем, ничего страшного. Но эти санкции, это именно те санкции, которые могут не просто убить российскую экономику, а убить ее очень и очень быстро. Почему? Потому что Россия, как и большинство стран мира, сильно встроена в мировую экономику, и большинство людей даже не понимает, насколько она встроена. То есть мы живем так хорошо, не только мы, а и все остальные страны, все это торговля. И сейчас санкции, они не только формальные, но и такие начинаются уже неформальные. Может быть, все слышали такое название cancel culture, когда какой-нибудь голливудский актер или режиссер выясняется, что много лет назад там приставал или изнасиловал какую-то женщину, то мгновенно рвутся с ним все контракты, никто не хочет с ним здороваться, даже если он не идет под суд формально, даже если нельзя доказать, это жизнь человека просто заканчивается. Вот Россия сейчас испытывает примерно тот же эффект. Вы, наверное, читали в новостях, что нефтяные компании вчера не смогли свою нефть продать, даже если они предлагали огромные скидки. То есть Россия предлагает огромные скидки от нефти, ее не хотят брать. Более того, мы видели, что сегодня Икея объявила об уходе из России. Вчера H&M – это только начало. То есть мы скоро увидим массовый исход западных компаний, западных ритейлеров из России. То есть Россия останется без привычной уже нам одежды, привычной мебели и так далее. Но это только начало, потому что уже крупнейший оператор контейнеров перевозок, Маркс, заявил, что он не собирается больше отправлять контейнеры в России. Наверное, 90% мировой тагоговли идет через контейнерные перевозки. И это тоже, видимо, только начало. Это значит, что уже месяц через два мы увидим дефицит базовых продуктов питания. Россия очень много всего импортирует. Просто посмотрите, что на вас одето, посмотрите, какими гаджетами вы пользуетесь, посмотрите просто на любую технику в вашем доме. Кто-то скажет, мы построили много заводов, да, мы построили много заводов и автомобильных, и бытовой техники и так далее. Но все эти заводы, они активно используют импортные комплектующие своих производств. По поводу машин уже Вольво, Мерседес, Тойота, Хонда и, наверное, другие, просто все не упомнил, сказали, что они не только останавливают продажи своих машин в России, то есть больше не импортируют, но они и останавливают местные заводы. То есть все, нет больше BMW в Калининграде, нет больше заводов Volkswagen, все, они все встали. Ну, казалось бы, у нас есть свой АвтоВАЗ, АвтоВАЗ-то нас не подведет. Сегодня АвтоВАЗ уже анонсировал четырехдневные каникулы, то есть на четыре дня они останавливают производство, потому что нет нехватка импортных комплектующих. И проблема не в том, что даже их нельзя купить. Проблема в том, что нам не хотят продавать. И если даже это будет через какие-то там третий страны, это все будет выраздороже в небольших объемах, и третий страны тоже, скорее всего, не захотят подставляться под американские санкции. То же самое касается резервов Центробанка. Вы, наверное, много раз слышали от экономистов, от уважаемых, что Россия накопила большие резервы. Это действительно так. Этих резервов должно было хватить хотя бы на несколько месяцев, чтобы обеспечить критический импорт. Но вы слышали, что на выходных Европейский Союз и Америка заморозила резервы, которые хранятся в долларах и в евро. Это больше половины всех резервов. Но проблема на этом не заканчивается. У России много золота. Только кто это золото будет покупать? Ни один из банков не захочет поставляться под американские санкции, потому что если ты покупаешь золото у Центробанка российского, который под санкциями, ты сам поставляешься под огромные штрафы и под огромные санкции. Это значит, что у Центробанка просто не будет валюты даже, чтобы профинансировать базовый импорт, базовый импорт лекарств, базовый импорт еды. И мы видим, что у Центробанка уже нехватка долларов. Прошло всего сегодня четверг, буквально еще не прошло недели, среди таких жестких санкций. Недели не прошло. И мы видим, что Центробанк уже вводит 30% налог на покупку валюты физлист на бирже. То есть у него уже нет, даже по этим ценам, 110-120 рублей за доллар, нет валюты, чтобы продать. Все эти резервы, они, наверное, превратились в тыт. И нас ждет, я думаю, довольно жесткий валютный контроль. То есть мы уже знаем, что 80% валютной выручки экспортера обязаны продавать. Я думаю, что это будет очень жесткая администрированная валюта, как в Советском Союзе. То есть валюта будет идти только на покупку критически важных медикаментов, еды и, конечно, на закупку товаров роскоши для путинской улиты. Потому что Кадыров и прочие товарищи, чиновники, они лояльны Путину не просто так. Он их должен кормить. Он должен их продолжить кормить не только на уровне, как он кормил до этого, но еще больше. Потому что он должен будет им компенсировать то, что они сейчас невозможно, невозможно им ездить в Европу. Он должен будет им компенсировать все отобранные виллы. Ну, как было в 2014 году, вы наверно знаете, что был принят закон, что если вас что-то отобрали на Западе, незаконно, по нашему мнению, то российский бюджет все компенсирует. И Путин сейчас будет пытаться завалить баблом элиты, чтобы они не бунтовали. Это значит, что пирог очень сильно сжался, валютная выручка будет сильно сжиматься. Я же объяснил, почему. А людям не то, что не будет оставаться пропорционально меньше. Это обрекает всех остальных людей на нищету, на нищету прямую. Потому что вот то, что я сказал, что заводы останавливаются, это же не то, что какая-то машинка ехала, ехала и встала. Вот автоваз встал на 4 дня, значит, он уже не может, в принципе, платить полные зарплаты, потому что он же не производит продукцию, он не может получить деньги за это дело. Значит, пойдут сокращения, пойдут увольнения. И это будет не то, что один автоваз, это отраслями. Вот мы видим, что в России уже встала вся автомобильная отрасль. Это все западные заводы, которые назвал Mercedes, Volkswagen, Toyota и так далее. Автоваз, куда пойдут эти рабочие? Они все станут безработными. Куда пойдут рабочие заводы бытовой техники? Куда пойдут, прости господи, банкиры, которые сейчас тоже будут увольнять? То есть мы видим безработницу по всем секторам. И это не вся проблема еще. У нас есть толковые люди, которые даже в таких условиях могут производить что-то толковое. Например, айтишники. Они сейчас все быстро свалят из страны, потому что если у тебя есть голова на плечах, если ты можешь продать в другой стране, зачем тебе оставаться в стране, которая на грани гуманитарной катастрофы? Я тут не преувеличиваю. Россия через несколько месяцев может встать на грани гуманитарной катастрофы с дефицитом базовых продуктов. Зачем им оставаться? Они все повалят. Мне за последние дни несколько человек, знакомых и незнакомых, написали срочные письма, как нам быстро свалить. Включая, один знакомый написал, что хочет эвакуировать несколько компаний-айтишников с общей численностью более тысячи человек. Это только мне. Я не самый известный человек, который живет за рубежом. Я думаю, сейчас всех людей, кто живет за рубежом, барбордируют знакомые и незнакомые с подобными просьбами. И мы видим, что государство прекрасно понимает эту угрозу. Вчера Мишустин анонсировал трехлетнее обнуление налогов, льготные кредиты, поставку на 3% льготную ипотеку и отсрочку от призыва от армии. И вы думаете, это поможет? Да нет, конечно. Потому что зачем жить в концлагере даже с привилегиями, которые, скорее всего, скоро отменят? Нет, народ будет валить. И что тогда? Государство будет еще больше терять налогных вступлений. Потому что я начал с того, что будут закрываться заводы, значит, они перестали платить налоги, помимо выпуска безработицы. А те люди, которые могут продолжать производить налоги и доходы, они тоже свалят. Что остается? Я думаю, очень скоро государство может закрыть границы как минимум для каких-то категорий. То есть, если ты айтишник, если ты вообще мужчина от 18 до 60 лет, вдруг война будет тоже. А может быть, просто закроют как у Советского Союза. Были выездные визы, хочешь выехать, идешь в соответствующие органы, и тебя может выпустят, может не выпустят. Потому что если Россия потеряет и людей, то кто будет налоги? Особенно, если толковые люди уедут. А уехать могут только толковые. У меня большой опыт жизни в разных странах. Я жил в США, я там работал в Лондоне, в Сингапуре, в Барселоне, сейчас нахожусь в Бунос-Аресе. У меня сам опыт адаптации в разных странах. Я видел, как люди адаптируются в разных странах. Это непросто. Уедет всего небольшой процент, но уедут самые толковые. Как раз те, которые платят много налогов. Они вывезут свои капиталы, они найдут способ. Хотя уже Россия закрыла, вы знаете, перевод своих денег за рубеж. Но, в общем, думаю, сейчас быстро умельцы наладят серые схемы. Вот они будут ввозить свои деньги, имущество, семей. И государству ничто не придется, как закрыть границы. В итоге, через три месяца... А, ну, про семена, это тоже важный момент. Все говорят, ну, хорошо, в конце концов, можно без машины. В конце концов, в Советском Союзе люди жили без машин. Кутовой техники мы за 20 лет закупились. И какое-то время можно пожить. Знаете, я был на Кубе в начале 2000-х. И там до сих пор люди ездили на машинах 50-х годов, которые вот еще до революции были. И, в общем, как-то можно кулибины в гаражах что-нибудь там придумать. Но есть-то нужно каждый день. Вы знаете, что Россия очень сильно зависит от импортных семян. Там почти 40% всех семян импортных, а по картошке 90%. Если этот импорт остановится, ну, голод не голод, но резкое сокращение производства сельхозпродукции и, соответственно, резкий рост цен нас ждет. То есть мы забудем те времена изобилия, когда приходишь, у тебя всегда там куча продуктов, супермаркеты покупают, все, что хочешь. Нет, как раз будет... Вот ты будешь думать, вот как бы мне так денег сэкономить, чтобы хотя бы там голодный обморок не упасть. То есть это хуже, чем 90-е, потому что 90-е, это, понятно, был переход одно сением в другое. И было светлое будущее. А здесь такой будет переход, что каждый день будет хуже, чем предыдущий, потому что вот в такой схеме я, честно, не вижу выхода. И на самом деле, естественно, что это может поменяться, только если Россия начнет качественно менять свою политику внешнюю. Соответственно, идеальный вариант, если Россия не смогут скинуть Путина. Я надеюсь, что они осознают, что без этого будет полый трындец, потому что помимо всех проблем экономических, которые назвал, люди не понимают, что нас ждут еще и жесткое усиление репрессий внутри страны. Посмотрите, сколько медиаресурсов закрыто за последние дни. В России сейчас обсуждается в Думе закон до 15 лет за так называемые фейки. Мы все знаем, что такое фейки. Если само слово «война» является запрещенным. Более того, западный мир, он лично терпимо относится к репрессиям внутри страны. Мы видели, что когда Запад стал вводить жесткие, реально жесткие санкции против России, когда Россия стала бомбить Украину, но когда Россия отравила Навального химическим оружием запрещенным, когда всплыли в виде пыток, массовых пыток по всей России, вообще не было никаких реакций. Да, это ужасно, это все, но современный мир, он циничит. Он разрешает диктаторам пытать людей внутри страны вообще без проблем. Ну вот, смотри, Китай там уйгуров пытает, ну там какие-то озабоченности и все. Северная Корея вообще там концлагеря, ну, когда вводят санкции против Северной Кореи, когда на очередную ракету там куда-то пытаются запустить или еще что-то такое делают. Все, Путин поймет, что ему главное не ссуваться за пределы границ страны, и он весь свой злобный такой гнев, он против россиян направит. Скоро отрубит Путин весь интернет нормальный, уже YouTube отрубается, Facebook, Twitter и VPN. То есть все говорят VPN, VPN, VPN тоже все обрубят. Это не надо там каких-то иллюзий, что вот мы от VPN защитимся. Нет, не защититесь, это все будет обрублено. Это будут порядки, я думаю, жестче, чем в Советском Союзе, потому что в Советском Союзе была все-таки какая-то идеология, и многие люди жили искренне, верили, ну, я сам вырос в Советском Союзе, я довольно искренне давал клятву пионера и верил, что у нас самая лучшая страна в мире. Сейчас таких будет немного, соответственно, народ в везде можно будет держать только жесткими репрессиями. Вот, поэтому, кажется, жопа придет с двух сторон. Она и с экономикой, и с политикой, и со всем. Поэтому, мне кажется, россиянам нужно сейчас просто понимать, что это последний шанс что-то сделать и попытаться как-то скинуть Путина, потому что сейчас будет поддержка всего мира, если там россияне начнут массово выходить и бороться прежде всего за свое будущее, подчеркиваю. Я же не говорю против войны, конечно, лозунги будут против войны, они должны быть против войны, но Украина отобьется. Вот мне уже очевидно, что все, российское наступление захлебнулось, уже очевидно, что не удастся продать историю, что мы избавили, Россия как страна избавила украинский народ от глобных пиндеровцев. Эту историю никто не купит. И на каких-то условиях Россия уйдет, я думаю, скорее рано, чем поздно. Но если Россия уйдет, то Запад выдохнет, и россияне останутся один на один с диктатором. Так вот, пока идет движуха, пока весь мир впрягается за Украину, мне кажется, это единственный шанс что-то взять и поменять страну. Вот второй момент, это я, у меня одно из западных изданий попросил написать колонку, вот я только что ее отправил, надеюсь, сегодня будет увлековано. Я считаю, что Запад тоже должен немного продумать свою политику санкций, потому что, похоже, они тоже не ждали, они, знаете, каотично начали вводить все подряд. Они не понимают, как будет плохо жителям России, и что, учитывая, что Путин сейчас обрежет все альтернативные источники информации, он просто продаст россиянам историю, что это злобный Запад напал на нашу страну. Мы защищались как львы, но, в общем, мы не могли воевать со всем миром. Тогда он решил задушить молодую Советскую Республику костлявыми руками с санкций. Но мы будем сопротивляться. И не надо думать, что это невероятный сценарий. Вот реально половина россиян в эту фигню верят. Половина россиян верят, что эта Украина с НАТО напала на Россию, а мы только отвечали, и то, что говорил Лавров, Володин, они же эту историю уже рассказывают. Они эту историю рассказывают, что если бы мы не напали на Украину, то уж завтра бы танки НАТО наматывали бы на бусеницы кишки наших младенцев. Они уже рассказывают. И они будут рассказывать. Если Запад будет дручить россиян с санкциями и дает до ничты, это будет очень хорошо вложиться в эту историю. Поэтому я в этой колонке говорю, что нужно все-таки бить в основном по олигархам, по чиновникам, по их семьях, по имуществам. Просто если ты выезжаешь за пределы страны, у вас там интерполовские орды, чтобы они сидели, чтобы даже в Китай боялись сунуться. Чтобы они сидели в России и каждый раз думали, блин, как им страшно, что у них нет денег. Всех счета арестованы. Не только у них, у детей, у них там в широком любовниц всех найти. И вот я считаю, как раз говорю, что нужно бить в эту сторону, а не по россиянам, чтобы россияне были все-таки врагами Путина, а врагами Путина, а не союзники Путина. Потому что я как раз боюсь, что сейчас может такое случиться, что нация сплотится, и будто в Северной Корее 150 миллионов человек в северном оружии. Ну, как-то так.